Здравствуйте! Это программа событий. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Чучело по-самарски. Полицейские изучают видео жестокой драки школьниц. Ночная прогулка с мэром, глава города проверил качество ремонта дорог. Ледяной прием для нерадивых ресурсников. Городские депутаты Самары предлагают всем, кто не готов к отопительному сезону, уйти с рынка. И начинаем выпуск с шокирующих кадров. По факту публикации в сети видео жестокой драки между школьницами проводится проверка. Ролик под названием «Дикий махач» разместили в одном из федеральных пабликов о происшествиях. Как утверждает автор, драка произошла в Самаре. Участвовали не две девочки 13 и 16 лет. Наблюдают за их борьбой еще примерно 20 подростков. Вместо того, чтобы разнять девочек, они еще больше подзадаривают участниц драки. При этом подростки используют ненормативную лексику. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, где произошла драка, а также кто в ней участвовал. По факту публикации в сети интернет-видеоролика в настоящее время назначено проведение проверки. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают место инцидента личности его участников. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках действующего законодательства. Телекомпания «Самара ГИС» будет следить за развитием событий. Полтора миллиона квадратных метров за 2 миллиарда рублей. В «Самаре» подводят итоги дорожной кампании 2016 года. Этой ночью глава города Олег Фурсов проверил, как идет ремонт дорог в промышленном и Ленинском районах Самары. Итоги проверки в репортаже Лариса Шалафаст. На улице Ленинская ремонтные работы на финишной прямой. Из 32 тысяч квадратных метров дорожного полотна осталось уложить 4 тысячи. На ремонт у подрядчиков ушло чуть больше недели. За качество покрытия ручаются. Асфальт – это Б1. Если для специалистов что-то говорит это. Ну, то есть, нагрузки он выдерживает городские. Гарантию мы даем. Следующая точка – в промышленном районе. Здесь идут работы на участке от улицы Солнечная до Новосадовой. Сейчас здесь укладывают верхний слой асфальта толщиной 6 сантиметров. Завершить ремонт должны до конца недели. Но подрядчик попросил продлить срок еще на 7 дней. Какая неделя, о чем вы говорите? Надо заканчивать быстрее. Уже температурные режимы какие-то. Переход на минус идет. Вы что? Какая неделя? Значит, днем надо организовывать. В субботу вы днем не работали, работали в ночь. Значит, надо выходить с ГАИ договариваться. Теперь отремонтированные участки проходят трехступенчатую систему проверки. В ней участвуют специалисты муниципального бюджетного учреждения дорожного хозяйства и представители дорожно-строительной компании. Также активное участие принимают общественники. Вообще замечаний много было по качеству работы? Было одно замечание. Там уровень сливной. Дождевая вода собирается и не уходит в сливную яму. Но первый зам главы промышленного района сказал, что на следующий год там чуть поднимут и будет все в норме. Всего в этом году на ремонт уличной дорожной сети «Самары» направили более 2 миллиардов рублей, включая 400 миллионов поступивших из федерального бюджета от сборов по системе «Платон». Это система взымания платы с грузовых машин. На эту сумму провели работы на площади полтора миллиона квадратных метров. Всего в плане на этот год 92 объекта. Это улицы и дороги. Кроме этого ремонтируются 72 внутриквартальные дороги. Нам удалось подготовить большой объем проектной документации. Губернатор в послании депутатам губернской думы год назад говорил о том, что «Самара» должна отвечать темпам развития области, темпам подготовки к чемпионату мира 2018 года. У меня складывается впечатление, что, наверное, мы подошли к решению этой задачи. На следующий год, повторюсь, мы заявили 5 миллиардов рублей. В рамках визита министра транспорта Соколова Максим Юрьевича нам обещан 1 миллиард. Я полагаю, что существующие мощности, настрой горожан, настрой власти позволят нам эти задачи также реализовать. И к 2018 году город у нас продолжит преображаться. Сейчас практически завершен комплексный ремонт объектов, где работы начались в 2015 году. Это улица Ульяновская, Земица, Венцика, Мариса Тереза, Антона Вовсеенко, Маяковского, Лесная, Красноглинское шоссе. Завершаются работы на улицах Льва Толстого, Авроры, Степана Разина и Некрасовская. В этом году на ремонт дорог Самарская область получила беспрецедентную сумму 10 миллиардов рублей. В течение ближайших двух лет регион может получить еще 3 миллиарда в рамках федеральных программ. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Компаниям, которые отопительный сезон начинают позже положенного, на рынке ЖКХ не место, считают депутаты Самарской городской думы. Об этом они сегодня говорили на заседании Комитета по развитию городской инфраструктуры ЖКХ. Отопительный сезон в этом году стартовал и раньше, чем год назад. Уже 26 сентября почти все из более чем 10 тысяч самарских домов подключены к теплу. Если в квартирах батареи все еще не греют, отвечать должна управляющая компания. В каждом районе города и в департаменте городского хозяйства работают телефоны горячей линии. И в основном жалуются жители именно на управляющие организации. Но есть и две ведомственные котельные, которые не работают из-за долгов обслуживающих их компаний. Нет тепла в одном доме на улице Смышляевской. В этом случае контора, отвечающая за котельную в стадии банкротства. Администрации города удалось решить проблему. Тепло сегодня запустят. Еще одна организация, она снабжает теплом несколько домов в Октябрьском районе, задолжала за газ более миллиона рублей. Планированный срок заключения договора сессии сегодня вторая половина дня. И, соответственно, розжиг котельных завтрашний день. Также администрация города Самары и департаментом, в частности, были направлены обращения в ОВД, в прокуратуру, в следственный комитет по сложившейся ситуации. Мы, конечно, отметили тот замечательный шаг, что отопление в дома горожан было подано заблаговременно. Те ситуации, которые сегодня озвучивали с тем, что тепла нет в некоторых домах, вот здесь вот я считаю, все-таки нужно больше твердости проявить. Из года в год звучат одни и те же фирмы. Трудоустройство, социальная поддержка, культурное и спортивное мероприятие. Лидеры студенческой молодежи Самары встретились, чтобы обсудить волнующие их вопросы и основные направления, по которым будет развиваться молодежная политика. Конструктивными предложениями займется рабочая группа, инициативы резюмируют и передадут главе Самары. Олег Фурсов не раз подчеркивал важность диалога с молодежью. Павел Баймаков продолжит. Сейчас молодежная политика соответствует всем региональным и федеральным требованиям, но есть и желание ее совершенствовать. Глава города Олег Фурсов не случайно назвал эту задачу перезагрузкой. Городские власти чутко реагируют на настроение молодого поколения. Все инициативы и пожелания обязательно будут рассмотрены главой города. Администрация городского округа и непосредственно главы городского округа Самары Олега Фурсова уже к молодежи с предложением дать самой молодежи предложение власти, как изменить молодежную политику и как решить проблемы так, как их видит молодежь, это уже яркий пример того, что власть хочет слышать молодежь. И власть хочет делать все, чтобы молодежь жила на территории городского округа Самары, в Самарской области намного комфортнее. К решению одной из проблем уже приступили. Она касается дополнительных мер соцподдержки, в частности, по оплате проезда в общественном транспорте. Рассматривались несколько вариантов, как это может дальше меняться. Это адресная поддержка конкретных студентов, которые наиболее нуждаются. Студенческие лидеры предлагают разработать лимитированные карты меньшего номинала, деньги на которые можно будет положить два раза в месяц. Интересен и столичный опыт. Он коснется студентов, которые вынуждены ездить на учебу с пересадками. Оплачивается первая поездка, а за последующую, совершенную в течение часа, плата не списывается. Все инициативы внесены в протокол встречи и будут обсуждаться на уровне городской администрации. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Далее, коротко о других темах дня. Суд удовлетворил иск мужа-роженицы, погибшей в больнице имени Симашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности врача-анестезиолога Чекунову, которая допустила ошибку. Она дала указание вколоть молодой маме лекарство, которое в итоге привело к гибели пациентки от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Жительницу Самары оштрафовали на тысячу долларов за шутку о тротиле в аэропорту Минска. Суд признал Марию Рымарь виновной в заведомо ложном сообщении об опасности. Вернуться в Россию Рымарь сможет только после 24 октября, когда приговор вступит в силу. Напомним, инцидент произошел 7 июля. В аэропорту Минска Мария Рымарь выразила сомнение в законности чересчур тщательного личного досмотра, которому ее подвергли и в пылу спора бросила неосторожную фразу. «Не ощупывайте меня!» – тротил в сумке. В отношении водителя Range Rover вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за опасное вождение, сообщает Главное управление МВД по Самарской области. Напомним, накануне Самарская ГИБДД заявила, что массовое ДТП в Постниковом овраге спровоцировал только водитель Audi A4. В аварии пострадали 12 машин. 40-летнюю женщину с переломом ноги доставили в больницу. Теперь оба водителя – и Range Rover, и Audi – будут привлечены к административной ответственности. По статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Самарский охотник заплатит 100 тысяч рублей за убийство птицы, занесенной в Красную книгу. Нарушитель, находясь на территории охотничьих угодий Федоровский Лугав в Ставропольском районе, незаконно застрелил орла на белохвоста. Специалисты оценили ущерб в 100 тысяч рублей. Часть суммы 8 тысяч нарушитель возместил добровольно. Остальные деньги его накануне обязал выплатить Красноглинский районный суд Самары. По маршруту Москва-Самара вновь поедут двухэтажные поезда. Их отозвали из эксплуатации для доработки и в соответствии с предписанием Ространснадзора, так как ранее было зафиксировано несколько случаев саморасцепов вагонов. Планируется, что к 1 декабря 2016 года двухэтажный поезд номер 4950 Москва-Самара вновь вернется на свой маршрут. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы сейчас готовят наши журналисты к эфиру. Терминатор грядет. В Самаре создадут кожу для космического робота. Добрались до самых до окраин. Стартовала реконструкция заводского шоссе. Олимпиады возможностей. Дети-инвалиды соревнуются в профессиональном мастерстве. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствит, пересмотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok